Девушки очень часто сейчас приходят с картинками и говорят, хочу такие губы. Раньше все боялись и действительно видели эффект такой некрасивый, как эффект утки. Когда мы идем и делаем первый раз губы, он держится меньше всего, например, 2-3-4 месяца. В этом веке, в этом году эта процедура абсолютно безопасна. Делайте губы, если хочется. Меня зовут Мазалева Маргарита, я врач-дерматокосметолог и основатель клиники косметологии ММ-клиник в городе Москва. Раньше мы увеличивали губы в своем объеме, то есть как есть губа, просто делали ее немножко больше. Сейчас мы умеем пользоваться техниками, когда мы меняем полностью форму губ. Например, современная техника Russian Lips очень известна как в России, так и в других странах, я бы сказала во всех странах. Когда мы действительно из либо маленькой губы, неровной губы, тоненькой мы можем сделать красивый вывернутый бантик. Вот это сейчас действительно модно. Раньше все боялись и действительно видели эффект такой некрасивый, как эффект утки, когда губа немножко уходила вперед. Это было из-за неправильных техник, неправильно подобранного препарата и других причин. Сейчас такого результата мы не получаем, бояться не стоит, что у вас будет утка. Сейчас мы, наоборот, с помощью новых современных техник как раз красиво, равномерно умеем выворачивать губу. Сейчас, как и раньше, в принципе, для увеличения губ мы используем филеры, которые состоят из чистой гиалуроновой кислоты, которая образована в гель. На рынке очень много хороших препаратов, которые не могут дать никаких осложнений. Но есть препараты, которые считаются низкоочищенными препаратами. Это недорогие, я бы сказала, дешевые препараты для увеличения губ. Здесь мы можем получить осложнение в виде воспаления и отторжения. Что делать в данной ситуации? Конечно, нужно срочно обратиться к своему врачу-косметологу, который должен провести необходимую терапию. Нужно выбирать хорошего врача-косметолога и филеры, которые сейчас ценятся на рынке. Ну и плюс, могу сказать, что к осложнениям также могут привести наличие каких-то хронических или нехронических заболеваний, которых человек может не знать или не обращать на это внимания. Здесь уже работа врача-косметолога, как врача, он должен собрать анамнез и выяснить, можно ли делать увеличение губ, потому что есть противопоказания к этой процедуре. Основными противопоказаниями к увлечению губ являются системные заболевания, такие как аутоиммунные заболевания, например, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, инфекционные заболевания, естественно, стадии обострения, сахарный диабет некомпенсированный, некомпенсированные заболевания щитовидной железы, некоторые заболевания крови и, естественно, беременности, период лактации. Аллергические реакции в анамнезе у пациента не могут дать какие-то осложнения при увеличении губ, но может возникнуть аллергическая реакция на лидокаин, который содержится в препарате. Вот здесь, опять-таки, нужно тщательно собирать анамнез, были ли раньше реакции на лидокаин. Если были, то, конечно, делать увеличение губ с осторожностью. Эффект увеличения губ, он накопительный. Когда мы идем и делаем первый раз губы, он держится меньше всего, например, 2-3-4 месяца, потому что он уходит, весь филер уходит в основание губы. И тогда мы пациентам советуем делать вторую коррекцию, и дальше уже этот результат держится 8-9 месяцев. Но чем чаще мы увеличиваем губы, или, например, раз в год хотя бы, то в губах образуется свой коллаген, мы его называем фиброз. В принципе, если форма губы красивая, он совершенно неплох, он нам как раз полезен тем, что форма сохраняется дольше, и нам уже с годами нужно делать увеличение губ все реже и реже. То есть, например, коррекция раза в 2 года. Я не встречала девушек, которые имеют большие губы, хотят их уменьшить на самом деле. Единственное, что мы можем сделать, это подсобрать их к центру. Вот красивым домиком иногда бывают они такие широкие. Девушка хочет красивый бант, мы можем это сделать. И визуально они будут к центру концентрироваться. После процедуры увеличения губ мы не советуем провоцировать отек, который так появится после процедуры. А это есть острую пищу, пить алкоголь, заниматься спортом и разными процедурами, которые приводят к распариванию, например, баня или солярий. Мы исключаем это на 3-4 дня примерно. А также мы не советуем, если делать современную технику, мы не советуем девушкам прибегать к поцелуям, чтобы сохранить форму губ, которую мы хотим получить в результате. Девушки очень часто сейчас приходят с картинками и говорят, хочу такие губы. Но чаще всего мы можем сделать близкую к этой форме. Если мы понимаем изначально, что анатомически у нее невозможна такая форма губ, мы это объясняем пациенту. И есть вариант, что мы сможем прийти к этой форме, но через несколько увеличений. То есть нам потребуется несколько процедур. Но так как сейчас все в основном хотят красивый вывернутый вот такой бантик, то к нему мы в основном можем прийти, но не с первого раза бывает. Я думаю, что каждая девушка, которая боится сейчас делать губы, уже должна не бояться, потому что сейчас в этом веке, в этом году эта процедура абсолютно безопасна. И многие специалисты, они высококвалифицированы, и осложнения какие-либо с ними получить практически невозможно. Поэтому делайте губы, если хочется.